Попробую здесь карпика повалить. Посижу 24 часа. Вдруг заехал на спинник покидать, а я на карпу. Удочки еще не забросил. Посмотрим. На что еще не знаю ловить. Прохладно ночью. Обещают погоду такую суровую. Минус 1-3. Посмотрим. Возможно, какую-нибудь карпику мы поймаем. Если поймаем, то включим сознательно. Вот такой домик. Красиво, красиво. Тут очень красиво. Летом тут, когда все зеленое, вообще сказка. Такой красивый пенек. Я думаю, под этим пеньком рыбка точно стоит ночью и под мостиком. Классно. То дождь, то солнце. Весна. Ну, парни, сейчас я вам покажу, как я разместился. Идем к удочкам. Конечно же, я буду сидеть ночью около удочек во втором доме. Вот. Этот дом выглядит такой маленький домик. Здесь у меня будет три палки заброшенной. Вот, под кустики. Одну кину в угол. Уже сегодня один прыжочек, как я видел. Под кустами. Именно под кустами. Вот. Сейчас. Вот здесь вторые мои три палки. Эти уже заброшены. Вот. Те три пока не могу забрасывать, потому что в Англии лицензия у меня на три удочки только. Это максимально. В Англии можно ловить только на три удочки. Ну, вот эти я пока не забрасывал. Я жду, приедет брат. У брата есть вторая лицензия. Брат не рыбак, но когда ездит со мной, то я для него вот удочки как бы есть. И тогда я имею право забросить еще три удочки. Хоть это частный водоем. Разрешено вообще одному человеку на три удочки. Если лицензию, то покупаешь на три удочки. Вот. Стандартная лицензия за 30 фунтов. Это две удочки только. Я покупаю за 45 фунтов. 45 фунтов три удочки. На каждой удочке только по одному крючку. Вот. Вот такая дождик. Вот такой вот прудик. Вот. Это мой второй бунгало. Тоже мостик. Разместиться можно много человек. Мелочь какая-то пруды. Вместо вообще бомбы. С рыбой тут плохо. Как бы рыбы очень много. Но... Как-то она тут плохо, плохо, плохо вообще. Дикая, очень плохо плюет. Ее не кормят никто. Так, как рыбаки, которые приезжают и снимают домик. Вот. И как бы рыбы очень много. Когда солнышко, тепло. Поверх уходит. Я пробовал тут Мазегриго. На что только не пробовал ловить. Один, два карта. Один раз было, что четыре. Но карта хорошая. Сон даже есть. Вот. Карпик один вышел сейчас. Красивый. Маленький, но красивый. Карпик здесь. Я пойму самую большую. За пять лет, что заславлю. 12 килограммов. Вот так. Посмотрим, короче. Солнышко. Лучше было. Ручше нужно искать. Солнышко. Вот здесь я на трассе для карпа. Подсачники. Все приготовлено. Фонари поставлю. Уже поток. Это стенеет. Сейчас фонари на зарядке. Вот. Так выглядит этот. Первый бунгало. На четыре человека рассчитан. Вот там места. Вороты открываются. Вот. Ну и мостики такие. Как-то так. Посмотрим. 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 Вот. В прошлом году когда был ураган. Здесь повалило виву. Такая красивая вива была. Большая. Росла. Закрывала все. Кусты. Такие прямо водушные. Карп стоял под ним. А сейчас все свалилось. Ее вытащили. Сперили. Ураганин поломало. А вот с того берега. Сперили еще молодых. Этот хозяин. Чей-то в водоеме. Эти домики. Договаривался с тем владельцем той земли. Не разрешает что там ходили рыбаки. И поэтому там все так заросло. И весь карп сидит в этих кустах. Весь карп там. Под кусты как бросишь так есть. Но там столько зацепок. Ужас вообще. Ну как то так. Посмотрим. Что будет дальше. Пока тишина. Вот уже час в воде. Пока тишина. Парни поклевочка. Блин. В кусты зашел. Хорошее что-то. Карпик. Вот. Тока забросил. Подбор в воду. Прикор в воду. Парни. Тока. Смотри. Вял. Парни. иди сюда поднимайся поднимайся красавица не могу поднять пацаны ну пусть я поиграется леска не толстая поэтому боюсь так рвать сильно ну давай 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 иди сюда малыш давай блин как он сопротивляется давай 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 Та-ла-ла-ла... А... Оооо... А... Я думаю надо под кустики забрасывать. Я думаю под кустики забрасывать. Я думаю под кустики забрасывать. Я думаю под кустики забрасывать. Или я может уже давно рыбу не ловил и это я поймал на мощные удочки. Они очень такие жесткие. Побоялся может это самое тянуть так резко. Ну короче 4 минуты боролся вытащил его. Вот красивый, красавец. Сейчас плавает у меня там в мешочке. Сейчас приедут гости, покажу гостям. Ну и потом отпущу. Опять дождик начался. Ну вот еще одна густерочка была. Такая хорошая грамм 300. В итоге в 2 часа я забросил удочки. В 2 дня. Ну сейчас 6 часов. Один карп, один лещ. Ну как лещ килограммовый. Ну и густерочка такая грамм 300. По папочке работают с ПВА, мешочками. Вот с кормом внутри. Все классно. Ловим дальше. Вот так проходит второй день рыбалки. Поймал 3 карпа. И 6 лещей. И 2 густерки. Все на попапчике. Ананасовый. Впереди еще двое суток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот хочется все-таки карпа вот и поэтому я сейчас начал экспериментировать везде начал уложить в пакеты именно палец потому что он не так привлекает рыбу не так распыляет вот и как бы соответственно меньше поклевок но поклевки если теперь будут какие-то то уже будет если так если уже опять же лещ не подойдет какой-то хотя он этот поп-ап может заглотить 20 поп-ап да лещ двушка до заглатывает вообще просто вот у меня поп-апочки маленькие 10 миллиметровый я еще обрезаю получается 5 миллиметров потому что когда ты в пава пакетик ты не можешь положить большой надо сделать огрузку крючка чтобы у крючка была презентация хорошая чтобы крючок стоял на жале вообще крючок стоит на дне нажали он не лежит нигде поп-ап его поднимает крючочек стоит нажали на дне да и поэтому когда делаешь такую презентацию из 10 поп-апа получается 5 поп-ап все зависит от крючков тоже какая огрузка крючка вот как бы прошлую ночь я ничего не включался потому что прошлую ночью я спал и только утром поймал карпа вечером поймал ночью только лещи были я встал удочки перекинул и везде сидели лещи я даже ночью когда у меня были просто пик-пик какие-то даже не перекидывал потому что нет смысла это не карпы лещ а если сидит там лечь может такое быть что до этого леща может сом бахнуть поэтому я не перекидывал я знал что рыба была на крючке и поэтому как бы не реагировала вот 6 палок заброса заброшено дистанция 30 метров тут дальше некуда кинуть 30 метров это максимум здесь расстояние вот если где-то сбоку сидеть то можно на 100 кидать но это параллельно вдоль пруда ну нам это как бы не надо мы сидим с другого берега вдоль нам кидать не надо надеемся что что-нибудь в этой ночи поймаем ветер у нас угомонился был и юга юго-западный ветер изменился немножко на северо-запад вообще поменялся с другой стороны и в итоге под вечер вообще утихло вообще ветра нет час ветра нет вообще ноль вот и рыба как бы начала вся ходить потому что слышно где-то всплески по пруду с разных берегов то здесь то там то там то под этим берегом то в центре рыба расформировалась как говорится по всему пруду вот но мы ловим только в одних точках под кустиками на противоположном берегу вот сидим тишина красота релакс вообще просто бомба